здравствуйте уважаемые друзья хочу предложить вашему вниманию один из вариантов как можно изготовить очень мелкую мушку используя допустим вот такие интересные привлекательные перышки но которые не подходят к сожалению на мелкую нимфу я долго думал в принципе то нашел выход хочу с вами поделиться крючок я взял номер 18 чтобы вам было лучше видно вязать конечно можно его и на несколько других крючках и гораздо мельче это уже посмотрите по своим способностям закрепили нить грузили свинцом район торакса или грудки там где мы будем с вами изготавливать и подвожу нить к началу загиба здесь мы закрепим хвостик все мы будем изготавливать из одного и того же интересного перышка я возьму теперь буквально щепоточку для того чтобы создать хвостик хвостик у этой нимфы я хочу связать нимфу такую худенькую из семейства биатис они обычно прогонистые не головастые но однако же достаточно живые длина хвостика должна приблизительно равняться длине тела или несколько меньше закрепим пара витков и с вами подровняем хвостик чтобы его длина соответствовала нашему телу подтянем немножечко вот столько будет достаточно пока не отрезаем закрепили для сегментации я буду использовать вот такой как обычно плоский люрекс чем-то напоминающий юнифлос крепить материалы необходимо так чтобы мы не заходили до начала намотки свинца отрезали остатки пера и хорошо промотаем теперь место крепления и скроем вскроем переход между свинцом и нашим телом немножечко буквально как только начнется загиб сразу останавливаемся этого нам будет вполне достаточно для положения нашего хвостика вот так только одной ниткой подровняем тело придадим конусность стараемся так чтобы перехода у нас сильно между свинцом и телом не намечалась в качестве тела я оторвал вот такие длинные перышки которые имеются в наборах от мечевидного пера павлина можно взять и резинкой или ластиком кто как его называет эти бородки все стереть но я обычно стараюсь не трогать какой стороной вы начнете наматывать выберите для себя сами то есть в зависимости от того выгнутой или вогнутой стороной вы будете мотать у вас выйдет абсолютно разное тело за ту часть которую мы оторвали от нашего перышка я креплю у загиба и уже окончательно проматывая нитью так чтобы уже мое тело к нему не возвращаться приблизительно до середины свинца там где будут располагаться наша грудочка оставляем сделаем пару накидных узелков или же один завершающий узел и оставляем теперь нам необходимо с вами изготовить тело как я вам уже говорил в зависимости от того какой стороной вы будете мотать такое тело у вас и выйдет для более качественного крепления можно использовать клей но я использую как обычно вот лак которым я пользуюсь все время совсем совсем немножечко нанесем на место крепления и начинаем выполнять обмотку дошли до места формирования грудки закрепим наше перышко и остатки пера отрежем теперь нам необходимо также выбрать тот же шаг приблизительно или же несколько больше и и попадая между виточками так чтобы сильно не порушить нашу обмотку промотать нашим люрексом и остатки отрезаем в качестве чехольчика я буду использовать кусочек полиэтилена который я подрезал конусом и пока не подкрашивал потому что подкрасить мы его сможем всегда вымеряем приблизительно ширину вот обыкновенного упаковочного полиэтилена и я его закреплю несколько необычно у загиба добавим капельку клея на место крепления и изготовим грудку грудка у этой мушки у нас темненькая я взял такой темноватый серый даббинг и мы с вами сейчас изготовим грудка приблизительно должна быть ну хотя бы раза в два толще чем наше тело она у нас хоть и прогонистая но и лапки должны на чем-то держаться и проматываем до места крепления нашего пера павлина и теперь самый основной момент не могу сказать что он принадлежит мне обязательно кто-то это придумал раньше просто мне это пришло в голову я возьму буквально вот сколько мне необходимо для того чтобы я сформировал лапки у своей нимфы перышек вот приблизительно вот такое количество держу вот таких пучочки и отрываем от нашего перышка аккуратно не нарушая вот у меня вышла вот такая конструкция плоская совсем оторвалась она у меня от моего перышка теперь я беру слегка складываю по плоскости стараясь сильно не нарушить моё перо вот так и беру приблизительно в середине нашего нашей грудки креплю вот так наши перышки смотрим сколько нам необходимо для того чтобы была длина лапок ну вот приблизительно такая для меня будет достаточно как вы видите из любого пера даже если у вас куропатка перепелка или любое допустим куриное перо точно так же как вот такого вот качества можно спокойно вырвать не обязательно искать вот такие чтобы были длинненькие подходили то есть из любого пера уже можно изготовить будет себе лапки подобрать длину это мой друг ричард просил показать как можно из обыкновенного ненужного пера изготовить мушку из того что есть вот как вы видите у нас уже есть определенное количество наших лапок теперь нам необходимо с вами будет промотать хорошо место крепления и пока мы ничего не трогаем с вами добавляем даббинга совсем немножко делаем тонкую но плотную даббинговую нить хорошо промотаем место крепления сзади и спереди так чтобы они у нас вот стали вот таким симпатичным ёршиком как на изготовление клинхаммера и уводим там где у нас формировалась наша грудка теперь так как мы больше уже не будем касаться нашей нимф очки нам необходимо взять фломастер коричневый черный любой какой вы захотите можно даже вплоть до того что подкрасить вот так вот сделать несколько темнее даббинг если он у нас не подходит по цвету я беру подкрашиваю мой полиэтилен который я закрепил можно использовать и наборы которые продаются фирмой hands все что вы захотите вплоть до того что медицинские перчатки можно отрезать и с них изготовить или же из изделия номер два у меня допустим вот я не брезгую лежит такой же латекс и я периодически из него точно так же изготовлю просто он не совсем по сравнению с полиэтиленом долговечнее поэтому я использую материал который несколько лучше выдерживает наши нагрузки рыбацкие приблизительно поделили пополам наши бородочки отводим вот так в сторону их по возможности если вы не можете руками можно это выполнить даббинговой иглой сделали и теперь я беру нашу пленочку удерживаю в этом положении так чтобы не разъезжались мои лапки пленку поправляем смотрим еще раз так как это уже у нас будут ребята окончательно вот меня устраивает и длина лапок и моя величина грудки и теперь я сперва не в натяжку только лишь продавлю у нас должна выйти приблизительно вот такая конструкция после этого я выполняю второй виток который я уже окончательно продавливаю полиэтилен с уверенностью что моя нитка его не порежет проверили еще раз все нас устраивает и теперь мы берем спокойненько и наносим немножечко клея на нашу нить и выполняем уже завершающий узел вот так будет нам достаточно и теперь нам остается только лишь убрать излишки нашего полиэтилена аккуратно поднимаем вверх и в одно касание вот так срезаем после этого можно опять взять наш фломастер хотите черный хотите коричневый как вам будет удобно и уже окончательно подкрасить снаружи наш чехольчик как вы видите довольно таки симпатичная удобная в работе в рыбалке и не сложная в изготовлении плюс к тому же есть возможность использовать те перья которые допустим было затруднительно использовать при изготовлении наших нимфочек вот и все друзья вот такую симпатичную нимфочку я хотел показать вам сегодня если у вас есть какие-то пожелания пожалуйста пишите я отвечу благодарю за внимание до скорых встреч напишите живописка и загpt было в как не которые это